Дорогие телезрители, начинаем передачу в сельский час для крайних жителей севера, вернее для жителей Крайнего Севера. Здравствуйте, друзья. Хочу сегодня предоставить вашему вниманию приготовление вяленой индюшиной голени, так называемой хамончики в простонародье, в интернете часто такое встречается название. Что нам для этого нужно? Для этого нужно пойти в магазин и естественно купить индюшиной голени. Что мы сейчас будем делать? Сейчас мы будем подготавливать данные голени к последующей засолке и к обработке специями. Когда мы обрабатываем данные голени, то есть в первую очередь снимаем шкуру, после того как шкуру снимаем, остается пленка на самом мясе. Эту пленку тоже в обязательном порядке снимаем и после этого убираем данные хрящи, которые вот здесь вот остаются и сухожилия, которые присутствуют вот здесь вот. Для чего это нужно, я вам покажу попозже. Ну что, приступаем. Ну вот, основную шкуру я снял. Сейчас я начинаю убирать вот данную пленку, которая на мясе, и вот данные сухожилия, которые нам тоже не нужны. Итак, продолжаем. Значит, почистил я вот эти все ноги, пару практических советов хочу дать, касаемо очистки. Значит, если есть возможность, попросите, чтобы сразу мясники, после того как вы купили и взвесили его, естественно, обрубили вот эти вот части. То есть вам не нужно будет потом отсюда снимать хрящи. Следующий момент, когда сухожилия снимаете, цепляете ножичком вот отсюда и ведите вот так вот вверх. И она хорошо сразу снимает и пленку. Так, друзья, подготовил я уже специи. Какие специи я использую в чайных ложках на 1 килограмм мяса. Если, естественно, у вас больше, у меня, например, 6 голеней индюшиных, всего завесили 2 килограмма 400 грамм. Соответственно, данные пропорции мы умножаем на 2,4. Значит, что здесь присутствует? На 1 килограмм 1 чайная ложка сахара, пол чайной ложки перца 100% молотого, 2 чайные ложки чеснока, пол чайной ложки тмина молотого 100%, пол чайной ложки укропа, 2 чайные ложки кориандра, 2 чайные ложки базилик, 1 чайную ложку орегано, 1 чайную ложку майорана, горчица 1 чайную ложку и паприку хорошую 2 чайные ложки. Также хмели-сунели 1 чайную ложку. Кстати, по поводу трав, если у вас нету вот этих вот трав базилика, орегано, майорана в отдельности, можете взять итальянские травы, 4 чайные ложки. Они по составу практически вот состоят из тех трав, которые я вам перечислил. Используйте всегда качественные проверенные специи, которые лучше покупать или на рынках у проверенных продавцов, или в хороших качественных интернет-магазинах. Крайне рекомендую использовать специи, купленные в обычных супермаркетах. Бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову? Все что угодно. Итак, продолжаем. Значит, приступаем уже к основной нашей программе. Это засолка и обработка специй. То есть, что делаем сначала? Берем подходящую емкость. Я, в частности, беру пластиковую гастроемкость. Можно использовать стеклянную, можно использовать керамическую посуду. На дно нашей емкости хорошенечко делаем подложку из соли. Что дальше? Берем наши голени и начинаем хорошенечко обсыпать специями. Со всех сторон. Вот, первоначально обсыпали. Что делаем дальше? Берем соль и очень хорошо натираем вот эти части кости. Очень хорошо натираем. Втираем ее прямо туда. Для того, чтобы данные части были стопроцентно полностью покрыты солью. Объясню, почему. Это наиболее место уязвимое в мясе, кости именно. Которые чаще всего начинают гнить, если не использовать хорошо и правильно просол. Все. Теперь положим это ровненько. На подложечку. Сверху еще раз присыпаем специями. Вот. И все продолжаем, все шесть штук выкладывать в таком виде. Спасибо. 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 И так подготовили, ну и естественно на остаток специй высыпаем просто сверху на мясо. Вот так оно выглядит. Что делаем сейчас? Берем соль и полностью засыпаем все мясо. Немножко зазоры. Но там где они все-таки нахлёст идут во время пересыпания солью, немножко их отодвигать и чтоб туда попала соль. Ну вот солью засыпали. Теперь что делаем? Берем ножичек или лопатку какую-то тоненькую. И аккуратненько по бокам, где у вас все-таки случилось соприкосновение с боками, емкости, аккуратненько отодвигаем. Ну вот друзья, произвели мы засолку. Значит на 2 килограмма 400 грамм, то есть на 6 индюшинных голеней у меня ушло 3,5 килограмма соли. Специи появляются той подложкой, которая будет препятствовать максимальному проникновению соли. Что теперь делаем? Закрываем это все крышкой и ставим на трое суток в холодильник. Итак друзья, миновало трое суток. Что мы делаем дальше? Открываем контейнер. Стоит, ох какой запах стоит. Достаем наши ноги. Как я вам говорил, количество соли, вот что использовали, 3,5 килограмма, вполне достаточно для того, чтобы вытянуть всю влагу лишнюю из данных ножек. И начинаем потихонечку очищать от соли, которая присутствует сверху. Больше делать ничего не надо. Как я говорил, подложка из специй прекрасно предотвращает чрезмерный пересол. Это естественно не отменяет того, что это вяленое мясо, это соленое мясо. Но чрезмерного пересола, как например при бакодавлении бастурмы, когда необходимо, потом будет вымачивать. Здесь такого делать не требуется. Вот. И все. Все достаем, все по очереди. В таком самом порядке и очищаем. Итак, очистили. Соль убираем в сторону, она нам больше не понадобится. Вот так выглядят наши ножки. И начинаем заворачивать каждый из кусочков марлю. Для чего заворачиваем? Для того, чтобы в первую очередь не обветрилось. Во вторую очередь, когда уже мясо наше завялится, и когда специи уже подсохнут, не будут они осыпаться на то место, над которым они висят. Берем для удобства, перетягиваем резинками. Потом на них можно и подвесить. Итак, готово. Обмотал их все марлей. Что сейчас делаем? Вешаем в теплое, сухое, проветриваемое помещение. В домашних условиях это оптимальный вариант на сегодняшний момент. Сегодня у нас зима. Это кухня. Во-первых, и в квартире сейчас влажность до 30%. И температура стабильная, около 25 градусов. Вешаем на 7 дней. Через 7 дней уже потрогаем, попробуем на ощупь, какая будет по эластичности, по степени усушивания, самого вяления процесса. Если она будет уже через 7 дней нормально и эластичной, то можно будет снимать. Но у меня ножки в среднем около 400 грамм. Они небольшие. Я думаю, что за глаза хватит. Все, встречаемся через 7 дней. Итак, друзья, прошло 7 дней. Наконец-то настало время снимать после вялки наши ножки, наши голени. И смотреть, что с них получилось. Итак, получилась вот такая красота. На ощупь они дубовые, очень плотные. За 7 дней они очень хорошо высохли. Ну что, теперь разрежем и посмотрим. И так, вот так вот они выглядят на разрезе. Цвет такой темный. Можно сказать, что где-то частично даже от фиолетового есть. Видно, что жирненькие довольно-таки ножки. Если брать больших размеров, то они будут еще более жирные. Запах чудесный стоит. Ну, самый серьезный запах, это, конечно, был в первые 2 дня, как они вялились. Потом запах ушел уже вовнутрь. Вот так вот нарезается и подается, как закуска. Или к пиву, или просто погрызть перед телевизором. Класс! Все просушилось, на вкус очень они классные. Поэтому рекомендую готовить. Поехали! Еще один момент по поводу хранения. Значит, данные ноги заворачиваем в пергаментную бумагу и храним в сухом, прохладном месте. В полиэтиленовые пакеты, целлофановые пакеты заворачивать не рекомендую, потому что будет намокать, будет теряться и консистенция, и форма, и запах, и вкус. Все, друзья, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч! Вот так всегда. На самом интересном месте.